ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй ребята, это просто жесть а всем привет, друзья! вы на канале Тимс Блок и в этом видео мы с вами поговорим про очень важную тему тему кофе уже неоднократно я говорил в своё видео о том, что в Корее очень популярно кофе это буквально, знаете, не могу сказать то, что столица кофе но очень много кофеен разнообразных здесь и в каждом магазине есть огромное количество кофе кофе в очень разном формате и сейчас мы с вами пойдём в магазин и в магазине я всё это вам обязательно покажу на улице довольно солнечно, но холодно мы сейчас идём с вами в угловой магазин называется он Корнер, да, но попросту это продуктовый угловой магазин который работает 24 часа здесь вот в таких маленьких районах в основном все такие маленькие магазины если хотите что-то больше, вам нужно уехать куда-то ну, например, там, как у нас вот есть перекрёсток, да а это какая-нибудь пятёрочка вот мы сейчас с вами идём условно в пятёрочку и я вам просто покажу, сколько там кофе, да у нас у неё речь идёт именно про кофе и вы не представляете, насколько корейцы они своего рода кофеманы потому что кофе пьют все и в больших количествах мы с вами зашли в магазин вот, смотрите, холодильник это всё у нас холодный кофе вот сейчас с вами подумаем, что взять будем брать исключительно в банках это, в принципе, по сути, те же самые банки только, ну, в большем объёме в таком формате здесь-то прям с трубочками, да чтобы более удобно было пить это всё кофе то есть смотрите снизу доверху потом с вами отдельное видео попробуем вот эти вот все стаканчики ну, большую часть, по крайней мере, точно чтобы понимать вообще а что к чему нравится, не нравится вот, попробуем, по крайней мере вот, есть ещё горячий кофе здесь он стоит, в принципе, такой же, как в холодильнике только горячий давайте берём с вами, наверное, всё-таки это эспрессо она стоит 1600 вон недорого, в принципе на мой взгляд так, берём с вами этот вот непонятный всё, потом вам переведу дома откроем, подробно расскажу, что к чему берём с вами вот это кофе, а второе так, что ещё взять я думаю, вот это вот кофе возьмём возьмём вот, Los CP и давайте Maxwell возьмём Maxwell Sweet Americano ну, Americano стандартная, в принципе Original Black давайте попробуем Original Black ну, это самое простое я везде увидел, ни разу не пил всё-таки Sweet Americano не буду брать ну, что я сразу вам просто скажу что оно хорошее, замечательное кофе советую обязательно пейте его оно очень сладенькое и не крепкое ну, что, ребятки, взяли кофеёк вот такой пакетик вышло у нас всего 5600 вон стоимость будет на экране в рублях а что ж, теперь мы вернулись домой можем с вами попробовать кофе которое только что купили у нас вот здесь 10 видов кофе теперь даже из них вкус, они могут быть похожи почему именно такое кофе было выбрано? ну, во-первых, вот эти 5 банок это всё кофе с работы у нас на работе бесплатное кофе ночью дают, да, когда в ночную смену работаем я предлагаю начать вот с этого вкуса потому что мне кажется, вкус он самый интересный ну, по крайней мере, мне дизайн больше всего понравился я не знаю, что это за кофе если вот так смотреть со стороны написано хойчиль на латте ну, переводит, по крайней мере, переводчик примерно так так, будем ореховый латте давай будем ореховый латте на самом деле, на первый взгляд, пахнет действительно ореховым латте ну, по крайней мере, знаете, кофе у нас в России продаётся популярно вот это самое дешёвое, 3 в 1 вот примерно по запаху такой же как кофейное напитное какое-то, не похоже на какое-то полноценное кофе вот, опять же, мы пробуем с вами этот вкус ну, 3 в 1 кофе, который вот разводят точно такое же ммм, кофе быстро растворимое из какого-то магазина а вот просто развели, налили в банку, охладили ну, это кофе охлаждённое вообще продаётся ну, можно, я думаю, его горячим пить короче, никому не советую не понравилось но, если вы не гурман кофейный а я не гурман кофейный то, в принципе, может зайти на раз это у нас вот номер 1 буду для вашего удобства подставлять под каждое кофе баночку, да чтобы было видно, что мы, собственно говоря, пили а если вы любите кофе, то вам-то кофе вряд ли подойдёт попробую вот эту кофе я так понимаю, что она тоже у нас идёт со сливками ну, по крайней мере, такое молочное mild coffee на самом деле, красивая такая баночка а какой звук? вот этот звук прекрасней всего ммм вот это мне больше нравится я вот приведу такой пример в школе давали такое знаете, разбодяженное водой и чуть-чуть молоком кофе такое самое дешёво-простецкое вот это кофе let's be похоже очень на это кофе а школьное, разбодяженное водой дешёвое кофе в принципе, вполне неплохо вот, напоминает мне почему-то школу но опять же, это не кофе, это кофейный напиток и такого качества, такого себе 40 где-то 5 рублей а в лотке в комнате оно бы стоило там 800-900 вон поэтому, в принципе, это кофе очень дешёвое вот, ну и по вкусу оно, соответственно, на эти деньги и пробуется вот смотрите, друзья оно уже более тёмное вот для сравнения да, вот мы сейчас с вами пили вот номер 1, скажем так и номер 2 оно как-то ближе к натуральному но всё равно, как столовское кофе ну, не очень, я бы так сказал попробуем с вами это кофе написано Original Georgia опять вот звук приятный знаете, чувствуется, как кофе, которое сильно разбодяжились с водой добавили немного молока но это прям как натуральный кофе то есть не ощущается, знаете, как какой-то кофейный напиток может быть, для кого-то будет ощущаться но что-то отдалённо напоминает кофе оно неплохое, но опять же, да, скорее всего, это больше кофейный напиток, чем кофе ну, по цвету у нас ровно такой же, как вот и предыдущая не знаю, вот даже давайте с вами сравним вот Let's Be и Georgia, мне кажется, в принципе, они вполне по цвету идентичны в отличие от первого варианта думаю, время как-то сбить кофейный вкус водичкой потому что иначе они все между собой смешиваются и непонятно вообще, что ты пробуешь следующий вкус у нас идёт, это кофе Maxim на самом деле, почему-то мне кажется, что в России я такую марку кофе тоже видел она, правда, была быстрорастворимая потому что, ну, возможно, есть и такое в банках если есть такое в банках, обязательно пишите Top Black и здесь написано Espresso Espresso интересный факт, что Espresso изобрели в Италии, да и когда Италия находилась под американской оккупацией во время Второй мировой войны Италия была, напомню вам, за фашистскую Германию то американцы, они когда пили итальянский кофе они не могли его пить, потому что оно было довольно крепкое и тогда американцы, что они делали? они разбавляли эспрессо разбавляли водой вот, после этого стали называть разбавленной эспрессо и водой Американ, да, собственно говоря отсюда и пошло название кофе Американо вот, поэтому, друзья, кто думает, чем отличается эспрессо от Американо Эспрессо это крепкий напиток изначально он был в формате 50 мл вот, а Американо это более такое разбодяженное эспрессо с водой, да для американцев, которые более любят лайтовые вкусы ах о, друзья, вот это прям настоящий кофе ой, он еще такой довольно жесткий здесь, в общем, 200 мл маленькая баночка вот, и это вообще не сладкое, без сахара это чисто эспрессо вот, не знаю, я такое не люблю, да возможно, вкусное мне нравится то, что здесь такой натурально выраженный вкус кофе но довольно крепкое, по крайней мере, для меня но вам, кто любит кофе не сладкое, без сахара вам этот формат точно подойдет понравится, вот, посмотрите, топ топ кофе да, вот мы можем посмотреть то, что кофе, оно прям вот похоже, внешний вид у него довольно темный это обычное кофе, ничего особенного но оно и натуральное вот, видите, у нас 50 оттенков черного от светлого к более темному так, друзья, рядышком у нас с вами идет по очереди это тоже Максим производитель Ма-щи-до ла-те если неправильно читаю по-корейски, извините меня Ммм, кстати, вот это кофе обалденное а если мы с вами берем кофе с молоком исходя из того, что мы сейчас с вами пробовали да, вот это вот у нас буквально какой идет, пятый по счету вкус это кофе просто обалденное оно, знаете, как эспрессо действительно настоящий кофе по вкусу не очень много молока и при этом оно чувствуется, что это и есть кофе в общем, кофейные нотки, они ярко выраженные а молочная составляющая тоже есть и достаточно сладкая вот, мне сладости хватает прям, это мой рекомендацион, да для тех, кто любит все-таки кофе не крепкое, но при этом что-то недорогое, но натуральное цвет, да, самый из них светлый вот, если мы с вами посмотрим это самый светлый цвет вот это еще ни разу не пробовал я пью именно свитамериканы, да а сладкое американо здесь в Корее довольно популярно ммм, показалось мне не таким вкусным вот вам рекомендую свитамериканы если вы не можете пить кофе с молоком, да а с альтернативным молоком, например в вашем там городе, регионе, нету пишите, ребят, в комментариях есть ли вообще в России кофе в банках я где-то в магазинах, в торговых центрах больших видел, да но мне кажется, что возможно я ошибаюсь мне нравится я такой кофе часто пью, только другой марки вот, друзья, для сравнения это у нас было эспрессо вот у нас американо вот если мы говорим с вами визуально по цвету, да, они ничем отличаются за исключением того, что то, что у эспрессо есть какая-то небольшая такая пеночка может быть, видите а здесь у американской такой пеночки нет у свитамерикана наиболее такое, скажем так, не молочное и вкусное это именно вот это кофе остальные все были с молоком эспрессо пить довольно тяжело, да скажем так, обывателю, который не любит крепкий кофе так, теперь попробуем это Maxwell House мастер, написано оригинал, оригинал, белек так, ну что же тестим, тестим вкус кофе ой ой-ой-ой-ой ребята, это просто жесть правда вот даже если сравнить то, что мы с вами до этого пробовали эспрессо, которое такое насыщенное ой-ой, это жесть вот, ну для тех, кто чуть-чуть разбирается в кофе это будет чем-то интересным для меня вообще не зашло очень невкусное без сахара темный кофе не эспрессо насыщенный вкус но с каким-то дополнительным прикусом и это, если честно, мне не нравится прямо от слова совсем поэтому, друзья я лично не рекомендую это кофе если хотите пейте, пробуйте да, и пишите в комментариях кто пил кофе в Корее как вам вот это вот кофе нравится или нет ни в одном не было такой пенки а здесь прям даже какая-то пенка есть я не знаю, это хороший показатель или нет вот, кто разбирается в кофе напишите, пожалуйста но смотрите, вот ни в одном кофе, который я наливал вот только в этом в этом есть вот такая небольшая пеночка может быть, это значит, что кофе действительно натуральное вот в этих, естественно, в первых трех никакой пенки нет вот, и самая большая пенка это именно вот в этом кофе который у нас идет от Maxwell House корейский кофе это копи то есть вы, когда приходите приезжаете в Корее все даже знаете корейский вы спокойно сможете купить кофе в любом магазине либо в кофейне да, скажете просто копи латте и вам кофе дадут вот, если, например, вы хотите чай чай в Корее называется ча что, в принципе, для русскоговорящих тоже очень близко мекси копи это у нас, я понимаю, микс да, микси микс очень многие названия корейские они, как и английский да, то есть, в принципе ничего сложного нет вот, и попробуем ну, мне нравится банка, чисто я этот кофе взял из-за банки мне понравился дизайн остальные баночки как-то не открывались сложнее это такой слабенький кофейный напиток знаете, вот нет такого отвращения как в первых, вот, которых мы пробовали этот кофе очень похожий на Let's Be Let's Be вот, мне оно как-то больше понравилось, конечно по вкусу потому что оно, мне кажется более молочно я имею в виду кофе который я сейчас пробую Джоджо если вы любите такой слабенький кофейный напиток с невыраженными вкусами кофе я вам советую неплохо неплохо кстати, интересно то, что все цвета они чуть-почуть отличаются вот посмотрите даже вот мы сейчас вот этот цвет он наиболее, мне кажется похож на этот хотя этот он посветлее но вот эти вот кофе кофейные напитки миксы, да так называемые они все довольно похожи но тем не менее цвета у них все разные этот цвет он такой не скажу, что прям светлый и не темный что-то прям посередине да, вот эти вот если у нас потемнее идут это что-то прям у нас посередине и в принципе мне это кофе оно из всех таких кофейных миксов оно наиболее понравилось пробуем теперь у нас копилатте джоджия опять же джоджия да, это я думаю кофейный микс будет кстати довольно неплохое мне нравится оно сладкое сладкое да, в нем есть много довольно молока либо сливок даже если там сухих например но действительно по сравнению с предыдущими вкусами самое самое классное что мы сами пробовали смотрим по цвету у нас уже огромная коллекция 50 оттенков на самом деле оно если сейчас вам не знаю видно или нет прям по цвету насколько ярко выражен каждый цвет вот я вам так могу сказать то что оно очень похоже цвет кофе кофейного напитка который мы с вами пробовали они прям идентичны вот а все остальные они более-менее отличаются но опять же вкусы и у первого и у последнего они естественно разные так ставим это коллекцию нашу это старбакс даблшот так ребятки пробуем эспрессо энд крем от старбакса это наиболее похож именно на кофе на эспресс как раз с каким-то молочным молочным оттенком мне нравится я вам это кофе рекомендую оно именно не как кофейный напиток но при этом оно идет с молоком старбакс как бы мы знаем компанию она всегда держит марку если вы хотите какой-то молочный вкус при этом насыщенный кофе но вообще этот кофе у нас занимает первое место из микса а знаете кстати я сейчас это кофе наливаю и понимаю то что оно или он опять же самый густой они все казались довольно такими более жидкими а он довольно такой густой по цвету наиболее мне кажется он походит на все остальные цвета вот это у нас от старбакса кофе на занимает первое место первое место в нашем рейтинге я вам всем его рекомендую в общем попробовать все вкусы я могу сказать так есть из чего выбрать довольно богатый у нас с вами получился обзор обязательно будем еще с вами смотреть кофе в других форматах в банках это только малая часть кофе которая есть в Корее из лидеров у нас с вами кофе с молоком это эспрессо энд крим старбакс дабл шот из темных напитков точнее знаете более классических это у нас я рад что вы досмотрели до конца увидимся с вами в следующем видео пока пока до конца субтитры